Всем привет! С вами Александр Тичкин, основатель сайта multoroki.ru В этом уроке мы с вами создадим игру Flappy Bird А именно, создадим генерацию бесконечного фона, генерацию труп Также бесконечную и рандомную динамику персонажа Ну и подсчет очков, а дальше уже как оформить это же дело ваше То есть, где какие-нибудь надписи написать Это все очень просто решается Ну что ж, переходим к уроку Итак, открываем в новой вкладке файл, который вы скачали То есть, в описании к уроку будут представлены два файла Один это исходный код с урока, вы его можете скачать и по нему смотреть, что мы делаем Также представлены все файлы Это фон, спрайты персонажей и одна из труп И также представлена раздатка, с которой мы начинаем урок, чтобы не делать одно и то же То есть, набор самый минимальный код Итак, хорошо, перетаскиваем эту раздатку Ну, раздатку я оставил вам, я перетащил вот этот файл Вот, он также пустой И открою его в программе, в которой мы его программируем Например, это Sublime Итак, а вот он уже открылся, все хорошо Ну что ж, поехали Первым делом, давайте разберемся со спрайтом, подгрузим его Это у нас изображение, поэтому переходим к API Давайте его тоже себе откроем, чтобы было удобно работать Итак, открыть API И это NewAnimationObject Поэтому так и пишем NewAnimationObject Здесь забираем себе вот эту вот часть То есть, чтобы не изобретать велосипед и не делать одно и то же Где-то до игрового цикла Что у нас здесь, кстати, есть У нас подключен движок Я работаю на шестой версии движка в этом уроке Ну, 206 Затем создана игровая сцена без какого-либо фона Создана перемена game, в которую убраны все методы гейма Один из методов – это запускать игровой цикл Ну и не только, конечно Создавать объект, например Ну и старт игрового цикла Выбор, точнее, игрового цикла И старт самой игры Итак, где-то вне игрового цикла копируем сюда этот код Слово «где» здесь, конечно, нам не надо Нижние параметры нам тоже не нужны Ширина и высота нам тоже не нужны Если мы оставляем их как есть, то зачем их тогда указывать? То есть, оставляем их как есть Позиция по их су по у – 0,0 Теперь, Animation Object – это Tiles Поэтому нам нужно объявить здесь еще и Tiles Смотрите То есть, вот это вот Tiles, точка и так далее Это вот эта вот штука Вот, PGS.Tiles Поэтому давайте себе где-то объявим эту переменную Либо, смотрите, можем взять и сделать прямо так Так как мы Tiles'а будем пользоваться всего один раз В данной игре, то можем сразу PGS Tiles – New Image То есть, дальше идет уже метод New Image У нас изображение, фоновое изображение Или нет, у нас не фоновое, у нас же сейчас персонажем работаем 2PNG называется Все это находится в одной директории на рабочем столе Поэтому адрес будет прямой Просто 2PNG Пишем 2PNG И квадрат выборки 0,0 Сейчас посмотрим, какое правильно выбрать Еще раз напомню, что на тему Как создавать спрайт-анимацию И подробно, как работать со спрайтами Я рассказывал в одном из уроков Так, не сюда PointJS Так Переходим чуть пониже на вторую страницу И вот здесь урок с волками Здесь я подробно рассказывал, как загружаются, создаются, настраиваются спрайты Посмотрите, он важен Сегодня я уже не буду затягивать урок И этот момент объяснять Итак, следующее, это квадрат выборки У нас Давайте я подгляжу вообще в исходный код Чтобы особо не затягивать урок Итак, а исходный код у меня лежит вот здесь Я его себе сюда закину и буду, может быть, иногда подглядывать А может, даже не буду 34 Первый параметр 34 То есть это по X будет квадратик размер 34 А высота спрайта нам прекрасно известна Давайте эту штуку я закрою Так, спрайт у нас Откроем свойства этого изображения и посмотрим Высота 24 Отлично 24 Пишем сюда 24 Кстати, обратите внимание, что GetInfo Что у нас Длина спрайта 136 У нас 4 спрайта здесь Поэтому 136 делим на 4 И получается, видите, 34 То есть Таких квадратов у нас 4 То есть у нас 4 спрайта Вот мы таким образом Описали весь спрайт Ну, вроде Все отлично Давайте его отрисуем Посмотрим Только давайте его назовем не OBG, а Player Например Вот так вот Теперь забираем себе эту переменную И где-то в игровом цикле Отрисовываем Player.agr Посмотрим на то, что у нас получилось Так Это нам пока надо Мы еще сюда Разок вернемся Я еще покажу Так Это пустая страница Не нужна Обновляемся Обновляемся И пока здесь ничего не произошло Почему не произошло? Давайте посмотрим Возможно в консоли у нас есть какие-то ошибки Ошибок нет Ну и ничего нет Так Ну-ка Я, наверное, не сохранил это все дело Так А, смотрите, да У нас X и Y равняются нулю Наверное, здесь надо поставить Примерно 200 по X И 200 по Y Может, поэтому мы его и не видим с вами Тоже ничего не видим А, смотрите Так как это у нас Тайлис То есть Ну, некое изображение То именно анимационное Не просто Имидж, который фон мы потом будем с вами закидывать А анимационный объект Мы здесь обязаны с вами передать И виз, и хейс И ширину, и высоту Откуда их взять? Их можно взять Вот С тех параметров, которые мы здесь Для этого определили Это ширина квадрата Сюда вот так записано 34 И высота 24 Вот так вот Теперь точно будет все работать Потому что иначе было 0,0 Для спрайта это важно Итак, чтобы наша птичка Махала крыльями более динамично Для этого поставим запятую И добавляем еще один параметр Так, delay Вот так вот Delay И здесь указываем значение Например Сейчас точи найду на этой клавиатуре Например, троечку И смотрите Сейчас будет махать крылышками более динамично Ну вот, уже другое дело Хорошо, это мы с вами сделали Давайте научим птичкам летать А именно падать Чтобы какой-то объект начал падать Давайте прямо здесь создадим рядышком переменную Переменную я просто буду называть Какими-то абстрактными значениями Переменок не так много Если хотите, пишите свои красивые названия переменок Например, будет Ду То есть это изменение Игрока по у вниз Пусть будет ду Ду равняется нулю В чем суть падения? Суть падения в том, что мы каждый раз Должны К негой переменной Добавлять какое-то значение И его суммируют в этой же переменной То есть он все время увеличится Увеличивается, увеличивается И вот на это значение Которое все увеличивается Мы должны добавлять к оси у То есть Тем самым мы 200 добавим сначала 202 Потом 204 и так далее И персонаж будет ускаляться Итак, хорошо Пишем в игровом цикле Следующее Д-Игрик Плюс равно Например 0,2 Ставим точку с запятой И Как я сказал Обращаемся к Плеер-Игрик Плеер-Точка-Игрик Плюс равняется Вот этому значению Д-Игрик Вот так вот Так Проще писать А не копировать Кажется Сегодня И Сейчас наш объект Уже должен Лететь вниз Смотрите Вот видите И обратите внимание Он полетел с ускорением То есть Медленно И все быстрее 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 И он так летит 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 У него нету Пока ограничений В конце игры Мы ему только Выставим все ограничения Хорошо Нам бы теперь Нужно сделать так Чтобы наш объект По нажатию мышки Все-таки Подлетал обратно наверх Для этого Еще раз Обращаемся к API Вот у нас Маус контрол И Давайте вызовем Вот этот Создаем перемены Маус И уберем Все методы Почему все методы Потому что мы Используем два метода Один это Активация клавиатуры А второй проверка Из даун Нажата ли клавиша То есть Был ли клик Поэтому где-то здесь Наверху Вместе со всеми переменами Объявляем переменную Маус Она равняется PGS Маус контрол Вот так вот Теперь Сразу же ниже Мы и запускаем клавиатуру Вот команда Которая ее запускает Init Контрол Либо Init Маус Контрол Это одно и то же Это старая версия Удлиненная Это короткая версия Новенькая Вот так вот Init Контрол Итак Обращаемся к нашей Переменной Маус Которую мы создали Точка Init Контрол Активировали Теперь В игровом цикле Мы уже можем Обращаться Также к переменной Маус И писать Команду IsDown Вот так вот IsDown И здесь Указываем Какая клавиша нажата Left То есть Левая клавиша Если нажата Левая клавиша Ставим фигурные скобки То тогда Вот это Значение Д и Оно Становится равным Это Здесь у нас Было все плюс Значит увеличилось Значит здесь Например Минус 8 Вот так вот Посмотрим на то Что получилось Теперь По клику мышки Так Скобки где-то Одной не хватает Где-то Одной скобки Нам не хватило А Да Смотрите Я здесь Заговорился У нас же условие Идет Если нажата Клавиша мышки А то сейчас Как-то бред написан Вот Если нажата Левая кнопка мышки Тогда Происходит Какое-то условие Вот Все хорошо И видите Смотрите Как плавный Плавный прыжок Получился То есть Таким образом В движке Скоро будет Реализована И встроена Физика И Вы понимаете Что один из параметров Физики Это Ну его можно Как-то обозвать По-любому Обозвать Самое главное Что вот Он влияет На плавность Подскока То есть На гравитацию По сути Если можно так сказать Сказать Чтобы Чтобы Эту фигню Гравитацию Убрать Здесь просто Ставим 0.7 Тогда будет Жесткий прыжок Смотрите Вот То есть Все в наших силах Делайте Контролируйте Как хотите Давайте поставим 0.5 Наверное Ну вот Оптимально Хорошо Перцентаж мы сделали Давайте сделаем фон Фон Это обычное Изображение Поэтому Прыгаем Капи И забираем Оттуда кусочек Кода Который отвечает За фон Это просто New Image Вот New Image Object Забираем себе Этот кусочек Кода Чтобы не Изобретать велосипед И где-то здесь Вне игрового цикла Кстати Здесь давайте Напишем Комментарий Чтобы потом Не забыть Движение Персонажа Вниз Вот так вот Ниже Пишем Новый код Это будет У нас Фон Назовем его Фон Так Только Вот так По-английски Эта штука нам не нужна Все равно Закомментирована Здесь уже Ширину Высоту указывать Не обязательно Если мы их не меняем А мы не меняем То пусть будет Как есть Итак Х у нас Равен Нулю То есть По нулю Координат Все расположено Х и У равны нулю Изображение Фоновое изображение У нас Один ПНГ Поэтому Так и указываю Один ПНГ И давайте Его Отрисуем Фон Надо рисовать До всех объектов То есть До плеера До будущих Столбиков Которые появятся Потому что Иначе он все Перекроет Фон Точка Дроп Итак Прыгаем Проверяем Фон появился Как видите Фону Как я и сказал Не надо указывать Ширь на высоту Для спрайта Это важно Итак Теперь нам нужно Его зацепить Для этого Воспользуемся Воспользуемся функциями Шестой версии Движка Пресеты И вот этот пресет Прямо его отсюда Забираем Это генерация фона Если ваше изображение Подготовлено верно Об этом как раз Был предыдущий урок Вот если вы Перейдете еще раз сюда И посмотрите Здесь был урок Как подготовить Правильное изображение А здесь Опять же урок Как пользоваться данной функцией Посмотрите Это довольно полезная информация Но мы возвращаемся сюда И где-то в игровом цикле Ну например здесь После движения персонажа Давайте поближе поставлю Это все дело Вот После движения персонажа Вызовем эту команду Фигурные скобки И сюда мне нужно передать Нашу переменную с фоном Затем Куда должен двигаться По х Должен двигаться налево Это значит минус Минус 2 например По у Подвигаться не должно Поправочные коэффициенты И по х И у Мне не нужны Потому что У меня Ну не какое-то Косячное изображение У меня правильно Подготовленное изображение Значит поправочные коэффициенты Не нужны Подробнее об этом В аппе и в уроке Который там представлен Поэтому я даже Если Что-то равно нулю Я могу это просто не указывать И оставлю так И фон будет сам сгенерирован Вот чтобы все это Быстрее вы увидели Давайте восьмерчик поставим И смотрите Все Генерация фона пошла То есть Он теперь будет бесконечно генерироваться Либо налево Либо направо В данном случае Этот фон позволяет Дать такую генерацию Если бы он был сделан И вниз и вверх Его можно было бы Одновременно запустить По двум асел Хорошо Чтобы нас не напрягало Вот это движение Я закомментирую И поставлю здесь Двуочку на будущее Вот так вот Ну чтобы просто Не было никакие дергания Зачем лишний раз Напрягать компьютер Итак Это мы с вами сделали Кстати Обратите внимание Персонаж Пока движется скучно Видите Он не поднимает Мордочку И не опускает То есть Давайте добавим ему Динамика Для этого Будем менять Еще и угол Наклоны персонажа Поэтому Вот так вот Плеер англ Равняется все тому же Витесущему Ду Тогда Ду будет Ну сначала Заваливать его Потом его поднимать Смотрите Видите Вот мордочка Так поднимает И сразу запускает Во Все отлично Так будет Более красивее Более динамичнее Хорошо Теперь давайте Разберемся Со столбиками Столбики Это все Те же самые Имидж Обжекта Поэтому Поэтому Забираем себе Кусочек этого кода Прям весь код Забираем И Например Назовем его Wall1 Стена 1 У нас Изображение стены Это 3png Вот оно Поэтому Здесь Указываем Изображение 3png По x Где появится По x По y Пока Непонятно Поэтому Пусть будет 0 0 Там где появится И потом уже будем Выравнивать Ширина высота Не нужна И все другие параметры Нам от него не нужны Давайте его отрисуем Посмотрим на одно изображение Там где персонажа Рисуем Wall1.draw Появилось что там? Да Появилось Теперь нам нужно Эту штуку опустить Вниз Вот сюда Для этого Для этого Y Изменим на Вот куда мне надо Давайте Я замерим Быстренько Ну 350 Примерно Вот так давайте 340 Наверное На 340 Вниз и отпустим Y Равняется 340 Ну Все отлично Здесь мы расположим Вот так вот Второй столбик И вот будет промежуток Который будет проходить персонаж Итак Создаем еще одно Изображение Тот же самый Дубликат переменной Это будет Wall2 И Здесь Напишем Минус Примерно 700 То есть смотрите Когда мы развернем Оно окажется По сути Ну В общем Оно окажется Внизу И наложится Я уже заранее На минус 700 Подниму Потому что Не раз это делал И Мне нужно Инвертировать Изображение То есть оно Загрузится сейчас Таким же Только вот окажется Там А мне нужно Его вот так вот Привернуть Поэтому еще Угол наклона То есть Энгл И на 180 градусов Провернуть его И посмотрим Где он сейчас окажется А Пока нигде не окажется Потому что его еще Нужно нарисовать Вот так вот Wall2.drow Я специально В строку Отрисовываю Эти wall Чтобы потом было Удобнее стереть Как бы это ни звучало Потому что Нам они Не понадобятся К сожалению Это лишь Заготовочка Заготовочка Для будущей генерации Вот Ну вот Такое 720 Наверное То какая-то халява Получается в игре Вот Нормальный Примежуток Чтобы пролететь Теперь Нам нужно Сгенерировать Создаем Игровой цикл Form Var i Равняется 0 Сколько Объектов Генерации Нам нужно Создать И Меньше 5 Пусть Будет 5 столбиков Мы хотим Сделать 5 столбиков Сверху И 5 столбиков Снизу Короче говоря Мы хотим Создать 5 Вот таких вот Пар Где-то На каком-то Рандомном расстоянии Об этом Мы поговорим Чуть попозже А пока 5 И меньше 5 И Каждый раз Прибавляется Единичка То есть 5 итераций Будет в этом цикле Итерация Это Прохождение Полного цикла 1 раз Хорошо Здесь Мы должны Короче Все это дело Что мы генерируем Мы должны куда-то Добавлять Куда В массив Для этого Массив Сначала Нужно создать Создаем Var И просто Назовем его Volt Не запутайтесь Там Volt1 Volt2 Здесь просто Будет Volt Массив Равняется Массиву Вот так вот Пустому массиву Теперь Мы можем Использовать Команду Volt.push Команда Позволяет Добавлять К концу элемента К концу массива Какие-то элементы Но в данном случае Без разницы К концу Либо к началу Просто добавлять Нам нужно Просто добавлять элементы Какие именно элементы Сначала верхние И смотрите Нам теперь Вот эта запись Не нужна Мы прям берем Вот так вот И забираем Вот И сюда Game New Image Object Мы расположили Там объект Game Вот так вот И Не сложно догадаться Что точно Такую же конструкцию Здесь кстати Можно Вот эту точку Обязательно Нужно прибрать Потому что Закрывающей скобкой В данном случае Является Скобочка Push Поэтому здесь Точка Совсем не актуальна Вот здесь Можно точку Запятой Ткнуть Потому что Это конец строки Теперь Вот эту штуку Можно смело Скопировать И вызвать Еще раз Команду Добавить К концу Массива Элементы Вот с такими Вот настройочками Прямо сюда Это можно Собрать Вот То есть Все что мы с вами Делали Вот это мы Собрали И теперь Вот это не надо Потому что Их больше нету Они сразу Заграны В массив И это уже Не какие-то Вол переменные А просто Объекты массива Поэтому эту фигню Тоже удаляем Отрисовывать Это нечего Их больше нету Итак Мы с вами Создали вот такую Штуку Давайте теперь Вот весь этот массивчик Отрисуем Точнее вот Всего лишь этот массивчик Отрисовывается массив И работает с массивом Как всегда В обычном цикле Не то что в игровом цикле А просто нужно создать цикл Который перебирает Весь массив И его рисует Поэтому Пишем команду For Затем Var И In Вол То есть От итого элемента До По всем итым элементам Массива Вол Вот так можно Это дело расшифровать Итак Вол С индексом И Точка Дрова И сейчас мы Все с вами Увидим Итак Смотрите Ничего не изменилось Все видим Только единственное что Теперь если мы вызовем Вол Видите У нас 10 элементов Массива Вот здесь Указано Что их 10 Мы можем их раскрыть Или смотреть Ага Вот наши элементы И Обратите внимание Что какие то По 340 По x Какие то Минус 720 То есть 5 элементов Расположены здесь По сути Получилось 5 элементов Расположены там Теперь нам нужно Раскидать их Всех рандомно Парами Это тоже Делается Элементарно просто Так Переходим Сюда Генерации И смотрите Нам нужно Здесь Генерировать Рандомчик И В движке Опять же Уже есть Встроена функция Но чтобы не Изобретать велосипед Так Обновимся Это дело Вот Математика Рандом Вот Обычный рандом Давайте Весь вот этот метод Вот так вот Заберем И Я Точно знаю Что я буду Использовать его Два и более раз Раз я буду Два и более раз Использовать Чтобы вот так вот Не вызывать его Методом И не загружать Процессор На работу Я лучше уберу Это значение В память И буду из памяти Его дергать То есть Я создаю переменную Назову ее просто R Это будет рандом Сокращенно И уберу туда Весь этот метод Вот так вот Убираю его И Потом буду просто Вызывать эту переменную В ней уже будет метод Поэтому Движку будет работать Гораздо проще Лучше забить оперативку Чем забивать Процессор на работу Итак Хорошо Здесь Я создам Точнее Нет Не здесь А вот Сразу после массива Мне нужно создать Некую переменную Некую переменную Давайте назову ее Например ДХ Да Назову ее ДХ И Наверное Большим буквам Потому что Вот у меня уже ДУ было А здесь По у мне тоже Нужно будет сдвиг Я его тоже назову ДУ ДХ Большое Равняется Нулю Только надо написать Обязательно Вар Хорошо Создал переменную Эта переменная Так и напишем Сдвиг Как их там Сдвигов По оси Х Вот так По оси Х Отлично Сдвиг Сдвиг По оси Х Теперь Эта переменная ДХ Равняется Вот Уже той переменной Р То есть Ну Которая содержит в себе Определенные методы И здесь Мы должны указать Диапазон чисел От какого до какого числа Сгенерировать От какого до какого Например Давайте Чтобы Мне нужно сделать так Чтобы между Между объектами Было как минимум Наверное 300 пикселей Поэтому От 300 до 700 Некое значение Мне нужно сгенерировать И смотрите Мне нужно не просто Сгенерировать А я напишу Такую штуку Плюс равно Что это значит Это значит Каждый раз Вот эта дата ДХ Будет накапливать значение И Сначала Например Он сайт равен 300 Это если минимальное Рассмотрит Что случилось Потом 600 Потом 900 Например На самом деле Чуть больше будет Все время шаг То есть Если я не буду Писать плюс равно Мне загенерируют 300 А потом Загенерируют 301 И столбик Столбик Друг на другом Зачем Мне каждый раз Нужно их располагать дальше Поэтому От 300 до 700 И все время Будет суммироваться 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 По максимуму Если 700 умножить на 5 5 на 7 350 То есть 3500 пикселей Будет последнее изображение Вот на такой длине Расположено Например Хорошо И сюда Передаем Это dx Передали сюда dx И передали сюда dx Все Сгенерировано Проверим Посмотрим Все должно работать Обратите внимание Что все работает И Вот Какой это первый шаг Давайте посмотрим на него Первый шаг Получился 600 Получился 600 Почему А ну так это Так сгенерировалось Это как бы Не наше вина Так генерируется Вот видите Теперь получается 300 То есть Минимальное значение Которое мы можем Получить 300 Итак Хорошо Вот они сгенерировались И если мы вызовем Еще раз этот массив Волк Мы можем Открыть элементы И посмотреть Что Ага Теперь по x Вот видите Парочка Парочка стоит По 351 Вот эта парочка Следующая парочка 749 Вот следующая И так далее И последняя 2.562 Где-то там В конце монитора Хорошо Все отлично Двигаемся дальше Мне нужно сделать так Чтобы Сгенерированные Элементы массива Не появлялись Прямо на персонажу У меня вот здесь Будет персонаж игровой И Что за дела Если у меня появится Прямо здесь Я не успею Обойти Всю эту штуку Но Это мы решим Чуть попозже Запоминаем себе Что это надо сделать А пока По y Мне нужно сделать так Чтобы они не все На одном расстоянии Были Видите Прямо Можно Линейку приложить И увидите Что все одинаково А мне нужно сделать так Чтобы Либо Ну короче Сдвигать эту штуку То ли вверх То ли вниз Для этого Создадим еще Одну переменную С которой Будем работать Вот Давайте здесь Создадим переменную Var Большой же А здесь вызвали Вот эту штуку Я сейчас Откачусь Конечно А в одну итерацию То есть смотрите Цикл пошел И равняется 0 Цикл прошел И равно 0 И выполнил Эту операцию Один раз То есть Эта переменная Стала чему-то равна Потом цикл Выполнил Эту штуку И подставил Вот это значение Он же уже прошел Он же не может Еще раз пересчитать Его Он подставил Это значение Сюда Пошел дальше Выполнил Эту штуку И сгенерировал Всего одно изображение Обратите внимание Не два Не три Он всего одно изображение Добавил с помощью Этой команды Верхнее изображение То есть это было Нижнее первое изображение Здесь он только одно Верхнее добавил изображение И подставил Опять же Вот это Значение Которое уже Один раз было сгенерировано Сгенерировано Когда начнется второй раз Итерация Вторая итерация Он заново Переделывает Это значение В нем будет Что-то уже Например 700 И он передаст сюда И сюда И сгенерирует Вторую парочку Вот и все Итак Мне нужно по у Их раздвигать Поэтому Д у Плюс равно По аналогии И здесь Значение Например От Минус 100 До плюс 100 Потом вы можете Подобрать что угодно То есть любое Мы на минус Плюс 100 пикселей Можем двинуть Даже на минус Там 130 Например Минус плюс 130 И Не сложно догадаться Что сюда Мы должны Его и передать Например Минус r Пишем Сюда минус r И здесь минус r То есть Значение Которое уже стояло Мы вычитаем Смотрите Можно поступить По другому Вот мы вычитаем Значит все равно Будет куда-то Утягиваться То ли вверх То ли вниз Но можно Было все столбики Расположить четко внизу И тогда Четко поставить Там минус r Тогда все время Утягивалось вверх Но мне кажется Это нормально То есть здесь Видите отрицательное значение Тогда бы мы поставили Здесь от нуля Вот От нуля До Какого-то положительного Чтобы все время Был плюс И чтобы этот плюс Вычитать То есть Чтобы вверх Вниз Ровно дергали Ну как хотите А я через отрицательное Работаю И так будет Минус сег Генерироваться Итак Отлично Проверим Проверим И Вот Что-то у нас тут Все наложилось Почему наложилось А Ну тогда Не то же Сделал Смотрите r подставил Заговорился D Конечно Причем Тут Минус r r Это Метод Который Генерирует А мы Получаем dy И вот Обратите внимание Вот Видите Уже Разная высота Потому что Каждый из столбиков Теперь сгенерируется С разной высотой Вот даже Тут не влезает Немножко Кранчик Поэтому Это значение dy Можно Можно сделать Чуть поменьше Например 110 В общем Займитесь Подровняйте Я не хочу на это Тратить Время урока Это не то На что стоит Тратить этот урок Тратить время Это урок Вот Получается Разная генерация Высота Разная Объектов Там Видно Треть Не видно Ну Что ж поделаешь Хорошо Теперь мне нужно Делать Делать так Чтобы Первый столбик И все остальные Появлялись Как минимум За экраном Пользователя Можно конечно Посчитать Расстояние До экрана Любого пользователя Ну Давайте посчитаем Если хотите Это делается Так же Просто Итак Это у нас Метод Метод Сейчас посмотрим Так Не сюда Забыл Где он тут Находится В геймах Он находится В геймах Вот GetWithHeist Называется Вот он GetWithHeist Забираем себе Вот этот метод И создаем Под него Переменные У всех же Мониторы разные Поэтому Нам нужно Сделать так Чтобы на Любом мониторе Любого пользователя Эти столбики Появляются За экраном Назовем Вх WithHeist Равняется Этому методу Вызвали Отлично И теперь Создаем Еще одну Переменную Большой буквой В Она равняется Вх Точка Виз Так Вх Точка Виз То есть Ширине Создаем Еще одну Переменную Большой буквой Аж Назову Хейс Это Вх Точка Хейс Вот так Ширина Давайте в консоли Посмотрим Что я ничего не напутал И правильно Здесь его подзначим Нужны ли здесь скобки Либо не нужны Пробьем Одной из Перемен Которая получилась Undefined Поэтому Здесь вот так Вот Все Другое дело У меня Размер Экрана Браузера Сейчас Только обратите внимание Смотрите Видите Все время пишет 100 110 В чем проблема Проблема в том Что этот режим Будет работать Только если Развернять игру На весь экран Для этого нужно Init FullPage Вызвать Вызвать метод То есть Иначе Вот это GetWithHase Не будет работать Метод называется Init Init FullPage Вот он Init FullPage Прямо его так И забираем Его нужно Вызвать До Всего Что у нас тут происходит Вот можно До гейма Например Так вот Здесь Pgis System Init FullPage Вот так И Ставим Круглые Скопки Хорошо Теперь мы Этой командой Развернули Нашу сцену На весь Экран То есть Теперь У нас Это значение Видите 767 Теперь Оно 1217 То есть Вы можете Узнать Какой размер У меня экран 1284 На самом деле 1280 На 700 То есть На 800 У меня разрешение Экрана Ну Такой на маке Такой на маке Экране Хорошо Теперь Это значение Все время Будет меняться Итак Это мы с вами Сделали Давайте Немножко Пропустим Место Консоль Нам не нужна Здесь мы Значение Прекрасно Получили И Теперь Мы Должны Сделать Так То есть Вот К этому Х Который Есть Еще Добавить Константу Равную Ширине Кстати Вот Хейстон Не надо Поэтому Зачем Я это Сделаю Вот Мне нужна Ширина То есть Добавил Сюда Эта перемена Как Константа То есть К любому Сгенерированному ДХ Еще будет Добавляться Ширина Экрана Вот и Все Хорошо Давайте Посмотрим Вот смотрите Ширина Экрана У меня здесь Значит Объект Где-то Будет На 300 Пикселей Здесь И мы Скоро Увидим С вами Он Скоро Придет Там Персонаж Улетел Куда Там Так Ну Пока Никаких Объектов Не вижу Куда Они Там Делись Почему Они Не Идут Но Мы Ждем Медленно Тащится Медленно Так Давайте Посмотрим На то Где Наш Вообще Все Объекты Почему Они Ушли Где Они Почему Целая Тысяча Так У нас Здесь Получается Добавилось Тысяча Тысяча Плюс Еще Какое-то Значение И они До сих пор Они что У нас Не движутся Что ли Здесь А да Смотрите Все конечно Мы же еще Не делали Сомдвижение Что-то Я задумался Я подумал Что мы Уже сделали Движение Нашим блоком Нет конечно Еще никто Не двигался В игровом цикле Вот здесь Давайте Скажем Чтобы все Они начали Двигаться В самое время А то мы их ждем А они Не двигаются Вол Ит Икс То есть Ит элемент Массива По иксу Минус Минус равно То есть Ну вычитаем Вычитаем Из Этого значения Например Четверочку То есть Теперь Начнем двигаться Сейчас мы их Увидим Посмотрите Вот Уже Наши Столбики Пошли И Они Сгенерированы По размеру По размеру Экрана Пользователя Обратите внимание На урок Вот Который Представлен здесь Сейчас Одну секундочку Вам покажу Арканавит Арканавит Это все Никто Неинтересно Разворачиваем Игру на весь экран Посмотрите Этот урок В нем У меня Показан Довольно Интересный Метод Для того Чтобы Смотрите Я же могу Звинуть И так И Ширина Сейчас Никак Не подстроится То есть Он будет Далеко 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 Посмотрите Этот урок Я не хочу Уже Сегодня Его затягивать Там Просто Два момента Дописать Тогда Мы автоматически Будем Передавать Программу Размер Экрана Сцены И значит Следующий элемент Вдруг пользователь Открыл На таком А ему Нужно Поджать Немножко Экран И Поджал Экран Здесь Ничего Не будет Работать У него А Если Вы Посмотрите То Дорого Сделайте По нему Допишите Там Всего Две Мелкие Команды То Объект Будет Генерироваться Здесь И Будет Удобно Всем Играть Надо Делать Так Чтобы Было Удобно Всем Хорошо Вот Наши Объекты Двигаются Кстати Давайте Запустим И фон Для красоты Чтобы Посмотрите Как все Происходит Ну Смотрите Фон Движется Объекты Двигаются Объекты Обратите Внимание Что они Генерируются Вот Рандомной Высоте Мы Пока Еще Не Проигрываем С вами Потому Что Мы Проигрыш Еще Никакой Не Настроили Подожмем Немножко И Теперь Давайте Займемся Тем Что Нам Нужно Сделать Так Чтобы Они Шли Бесконечно Поэтому Давайте Это Сделаем Я Заблокирую Движение Фона Чтобы У меня Компьютер Лишний Раз Не шумел Потому Записывается Рок Ну Грузится Видите Уже Немножко Шумелся Итак Генерация Столбиков Генерация Столбиков Будет Происходить В том Же Игровом Цикле Который Отвечает За Волы Итак Пишем Следующее Если Вол С индексом И То есть По Иксу Стал Меньше Нуля Но смотрите Если Мы будем Считать Что по Иксу Это значит Что Вот Когда Он Дошел Видите Здесь Сейчас Мышь Это Ширина Объекта Но Икс Уже Коснулся И Если Будет Рывок А Хотя Ладно Вы так Не поймете Надо Все равно Это Дело Показать Вот Пока Ставим Так Если Вол С индексом И По Иксу Равняется 200 То есть Прямо То есть Даже Не 200 Какой 200 У нас же Есть ширина Экрана Мы же Зачем Вызвали Сравн Вот То есть Сразу Выкидывается На ширину Экрана И куда-то Там дальше На самом деле Ширина Экрана Мне кажется Здесь Не пойдет Лучше Всего Закинуть На 1002 Пикселей Потому Что Смотрите Ширина От экрана Хорошо Но У нас Шли Столбики Шли Шли Один Столбик Ушел И Что мы Сказали Прыгни На ширину Экрана Но там же Еще другие Не подошли Он прыгнул И он может Совпасть С другим Поэтому Нам нужно Четко Знать На каком Расстоянии Создается Самый Последний Объект Ну Примерно На каком Расстоянии Создается Самый Последний Объект Мы можем Это Средне Алипетически Посчитать Вот То есть Максималка На котором Создаться Вот То есть Мы можем Взять Средний Из этого 300 Вот смотрите 700 Плюс 300 Делим На 2 Например 500 500 Умножаем На 5 5 столбиков 2 500 Максималка Это 2 500 Конечно Такого Такой Вряд ли Будет Поэтому Сюда Некорректно Записывать От Виз А корректно Записать 1002 пикселя Посмотрим В любом Случа Они наложатся Мы это Увидим Если таковое Случится Хорошо И смотрите Как я сказал Вот эта запись Она некорректна Потому что Вот наши столбики Подкатили Обратите внимание Он сейчас будет Просто-напросто исчезать Он коснулся стены И исчез Некрасиво Надо чтобы они Как бы улетали Туда Налево Поэтому Не только Волл Икс Меньше Нуля Но и Давайте запишем Условие Но и Точнее даже не так Волл Икс Плюс Волл С индексом Скобочку Не дорисовал Точка Виз То есть Мы сказали Вот эта вот точка Мы обратились Вот к этому углу К этой точке Если она Меньше нуля Тогда мы Прыгаем И теперь смотрите Видите как получается Красиво Я оставлю персонажа Покон Не буду на него кликать Лишний раз Будем так наблюдать Вот видите Они ушли И все хорошо Потом Они сгенерируются Там То есть Чтобы проверить Точно ли все это дело Генерируется В объем себе Девяточка Видите кстати Как близко объекты Наложились 2500 Прогоним Это все разок И посмотрим Что там с кем-то Наложилось Либо не наложилось Это накладка Смотрите Может быть еще Из-за того Что А нет Не может быть Нет Не может Врун Я подумал Что она может быть Из-за того Что фон Вот он Создается На ширине Но это первое Создание фона Потом там И закидываем Изображение Видите Вот так Получше То есть Наложений нет Есть вот Минимальная Здесь побольше Здесь поменьше Я думаю Что нормально Нормально получается Можно Наверное Чуть меньше Но Видите Пока рисунок Еще одинаковый Нам рисунок Нужно изменить Поэтому Давайте здесь Вставим девяточку Это чисто для теста А сами Займемся Изменением Изменением Рисунка Итак Где его здесь Менять Сейчас посмотрим Вот прямо В этом условии Мы его будем Менять То есть Вот прямо Здесь Мы Каждому То есть По иксу Мы уже Сдвинули По игреку Нужно Здесь прям И пишем Так Вол Итой Точка Точка Игрек Равняется Вот помните У нас Переменная Которая Рандом Буковка Р Равняется Рандому И Смотрите Если я сейчас Просто укажу Как это Рандом Что мы получим Вот у нас Вот это элемент Это И это И это Одновременно Мы сейчас Уже Ну вот При такой записи Мы не сможем Разобрать Ладно Сейчас Хорошо Еще разок Покажу Я допущу В этом уроке Все ошибки Которые Потом вы Исправите И тем самым Вы учитесь Ну Не допускать Такого Смотрите Вот рандом Опять напишем Вот все То же самое Вот сколько У нас было Сколько Мы сюда Вогнали Минус 100 плюс 100 Вот его Прямо Сюда Забираем Так Рандом Минус 100 плюс 100 Что получим Даже смотрите Можно Минус 300 Плюс 300 Давайте Все Дела Прогоним Заново Вообще Что-то Случилось Пока Пока Не случилось Потому что Видите Теперь Случилось Вот там Столбик На столбик Наложился С чем Связано С тем Что мы Без Разбора Мы Всем Объектам То есть Общей паре Мы ткнули Вот это Сгенерированное Значение Не годится Нам нужно Разделить Как-то В этом Услове Отдельно Для столбиков Сверху Потому что Для столбиков Которые были Вот внизу Вот эти стояли Вот они И у них Изначально Y был таким Поэтому нам Нужно генерировать Вот этот рисунок Который указан здесь А не просто Некий Рандом Поэтому давайте Это сделаем Делается Это опять же Очень просто Пишем условия Прямо Внутри Этого Условия Я думаю Что Да Внутри Подойдет Если Вот так Волос С индексом И Точка Итым Столбиком То есть При условии Что он уже Зашел За ноль При условии Что это Именно тот Столбик Нужный нам Мы делаем Следующее Мы Указываем Сейчас Да Что Вол С индексом Игрик Равняется Вот как раз Вот этой штуке И равняется Еще разок Сделаем это Но Обратите внимание Что нам Нужно Здесь тоже Рандом Будет генерировать Не просто До икрика Рандом Вот Ну вот Эту штуку Нам тоже Сюда Нужно перенесить Давайте я соберу Будет удобнее А нет Секундочку Лучше просто Напишем 340 Вот Это значение 340 Сюда передадим 340 Потом Чем здесь скопировали 340 Минус Вот тот рандомчик R Минус 100 100 То есть Вот этот рисунок Мы по сути С вами сейчас И повторяем И Сохраняем это все дело И смотрим Ну Сейчас конечно бесполезно Сохранять смотреть Потому что Вот Первая генерация прошла И Нам Что-то написали Will it draw Is not А Ну конечно Да У нас же It элемент массива Вот Теперь Еще раз прогоним И мы увидим Что верхние столбики Теперь уже Начинают по-другому стоять В новой интерпретации Видите Вот то ближе То меньше Все заработало Видите Какой большой шаг Кстати Можно сделать Даже Разные немножко Шаги Большие и меньше То есть Ну сейчас я покажу Как это сделать То есть конечно Ладно Покажу Чуть попозже Покажу Как это сделать Но в целом Видите Уже Одни столбики работают Вторые естественно Не работают Так вот Мне изначально Нужно сделать так Чтобы все-таки Все столбики Одинаково двигались Поэтому мне нужно Обратиться и к нижним столбикам Обращаемся к нижним столбикам Скопируем прямо Это изображение То есть не изображение А кусочек кода Если меньше Это мы обращаемся К столбикам У которых У был меньше И какой у них там рисунок был Минус 720 Минус 720 Сюда и переносим Но в чем проблема Проблема в том Что Сохраняем Запускаем Проблема в том Что вот эта строка Генерируется отдельно И вот эта строка Генерируется отдельно Получается Вот такой бардак То есть Ни фига у нас не выйдет так Конечно Все выглядит красиво Но нам нужно генерировать Общее число Один раз Генерирует общее число Поэтому Как можно поступить Можно Чуть выше Вот так вот Выше написать Почему Так происходит Ну потому что Вот это одно слово Это второе Нам нужно Где-то выше Единожды Вот в этом цикле Посчитать Посчитать Вот что происходит Вот такая фигня Поэтому Давайте Напишем еще одно условие Оно отдельно От всего Как раз для генерации Если Вот прямо Вот эту строку Заберу себе Если Какой-то Из объектов Стал меньше нуля Это первое условие И вот здесь Как раз таки Вот через и И Например Больше нуля У нас симметрично То есть Теперь В этом условии Заложено то Что Мы обращаемся Только к одному Из объектов То есть Один из объектов Любой из них В данном случае Который больше Так Больше Это вот верхний Если он Стал меньше нуля И Мы обращаемся Только к нему То ему Его закидываем Это Единожды подсчет И вот так Сделаем фигурные скобочки Создадим Прямо здесь Внутри переменную Назовем ее Например Буквкой Ж И Сюда Передадим Вот этот метод Вот этот Равняется R 100 100 Минус 100 100 То есть Вот эта штука В реале Вот здесь Когда проходит Итерация В игровом цикле Когда это все туда Уносится Здесь происходит Две операции Убрать этот столбик И этот Поэтому происходит Две раза Генерация А вот это условие Оно Как бы И ничего нам не сделает Но это Единожды условия При вот такой Двойной склейке Поэтому здесь Мы генерируем Единожды Некую Переменную Ж Которую мы Вот сюда И передадим Минус Ж Она будет общая И для тех И для тех И расстояние Между столбиками Станет одинаковым Сейчас посмотрим На это колдовство Получилось или нет Вот смотрите Новый рисунок Пошел Новые изображения И видите Они почти здесь Все в ряд получились Вот небольшой Такой наклон Потом Выше Ниже Выше Еще выше Получилось Но это рандом Вы сами понимаете Видите Рисунок все время Меняется То есть Генерируется Все отлично И я вот сейчас Вижу Что Может Надо сделать 2300 Например Ну Чуть там Большое расстояние Получается Можно чуть поменьше То есть Нужно смотреть По ходу Нет Так Мы наверное Проиграем В общем Посмотрите По ходу Как получается И подгоните Это значение Можно Дописать Это уже вам Задание Можно дописать Условия проверки Если столбики Два столбика Рядышком Находятся На неком расстоянии То их Еще и Раздвигать Добавок Это можно Легко делать Я думаю Вы сами Это сделать Ну что ж Отлично Это все сделано Все работает Осталось Написать условия Столкновения И сделать выход Из игры И заход в игру Давайте этим займемся В условии Столкновения Будем писать Чуть пониже Делаем следую Делаем следующее Давайте Наши столбики А ладно Пусть Как летят Так и летят Не будем Хрюшно Расстрогать Итак Если Player Из Статик Из статик Интерсект Статик Интерсект Вот так Из статик Интерсект Волл Иппель Волл Синтерсом И Так Вот так вот Get Статик Бокс Мы с вами Не раз Это делали В предыдущих уроках Поэтому Я даже не объясняю То есть Если Статик Бокс Нашего игрового Объекта Коснулся Стены То есть Сравнение Квадратов Которыми Описаны Все эти фигуры То Мы принимаем Словия Словия Просто Давайте Посмотрим Что работает Так Сейчас Консул Лог Что нибудь сюда Выведем Просто себе В конце Что эта Хрень Сработала И все Больше Мне от нее Ничего не надо И Статик Интерсект Гаст Статик Бокс Вот сюда Вот так Фигурные Скобочки Забро Так Давайте Капи Обратимся Возможно Неверно Написал Давайте Так вот Из Из Статик Интерсект Вот эта Команда Заберем И сюда Да Все хорошо Наверное Ошибся Не так Написал Так вот Если Объект Коснулся Давайте Коснемся Чего Ни Видите Вот Коснулся И Он нам Консоль Пишет На время Касания Пишет Ну Кидает в Консоль Эти значения Насчитывает Какой-то Раз Все Отлично Все работает Пора Выходить Из игры Из игры Переходим Нужно Создать Поэтому Давайте Создадим Ничего Сложного Нет Итак Где У нас Создавался Первый Игровой Цикл Вот Первый Игровой Цикл Отодвигаемся От него Пропускаем Побольше Места Люблю На просторах Таких Работать И здесь В конце Вот Как и было Заканчиваем Прямо Заберу Эту строчку Вот И назову Этот игровой Цикл Меню Отлично Закончился Игровой Цикл Который Называется Меню Чтобы Понятно Было Откуда Эти скобки Пришли Чтобы Потом Не запутаться Хорошо Вот Что мы Должны В этом Меню Себя Отрисовать Во-первых Мы должны Отрисовать Себя Обычный Фон То есть Вот Все Что мы Здесь С вами Рисовали Где Там Где Мы Рисовали В самом Внизу Наверное Это было А вот Мы должны Отрисовать Фон Должны Отрисовать Игрока Вот так Рисуем Фон Рисуем Игрока Больше Ничего Не надо Рисовать Просто Давайте Посмотрим Как Это Все Дело Запустится И Вот Изначально Мы Попали В Игровой Цикл Меню То есть Я Просто Обновил И Все Запустилось Теперь Нам Нужно Хотя Бо По Клику Мышки Чтобы Попадать То есть Как Это Сделать Как Заход В Игровой Цикл Это Вы Уже Решайте Сами Просто Хочу По Клику Мышки Заходить Заходить В Игру Поэтому Давайте Вот У нас Здесь Клик Мышки Был Помните Вот Здесь Вот Поэтому Прямо Заберу Себе Эту Строчку Если Нажали Левую Кнопку Мышки То Естественно Уже Не такая Команда А Собираем Себе Вот Эту Штуку И Указываем Здесь Устанавливаем Игровой Цикл Который Называется Game Вот Его Название Game То есть Здесь Если Коснулось Мы Выходим В меню А Тут Если Кликнули Мышкой На поле Конечно Пользователям Нужно Подсказать Все Таки Иначе Здесь Ну Гадать Что Ли Поэтому Команду Brush Вызываем Brush Draw Text И Отрисуем Пользователям Что им нужно Здесь Вообще Сделать Где-то Вот Здесь Ну До Например Перехода Brush Draw Text Прямо Так И пишем Например Так Нажми Мышкой Чтобы Начать Игру Вот Так Нажми мышкой На сцене Чтобы Начать Игру Отлично Текст У нас Черный Пусть Такой Как И указан Будет Сейчас Посмотрим Что Получилось Появился Вообще Да Появился Он Так Очень Мелкий Поэтому Здесь У текста Есть Один Параметр Который Вот В Эта Миниатюрка Не Вошел Сайз Размер Надо Быть Сделать Получше Заготовочку Сюда Потому Что Видите Мы Копируем А Потом Что Дописываю Зачем Делать Лишнюю Работу Я могу Выполнить Один Раз И Про Это Дело Забыть Сайз 20 Ну Вот Другое Дело Нажми Мышкой На сцене Чтобы Начать Игру Нажал И Вот Игра Пошла Сейчас Столкнулся Специально Игра Закончилась Потом Опять Нажал И Начинаются Танцы Сбук Смотрите Я Конечно Попал В игру И Вышел Из Но Генерация Столбиков Никто Не отменял То есть Вот Как Генерация Столбиков Была Так Она И Идет Конечно А почему Нет Мы же Столбики Не скидывали Поэтому Смотрите Вот Всю Вот Эту Штуку Вот Эта Глобальная Вещь Точнее Нет Не Она Вру Вот 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 Эта Штука Вот Игровой Цикл Вместе С Штуками Вот Это Все Удобно Свести В Некую Функцию Зачем Для того Чтобы Мне Ее Потом Вызывать Чтобы Мне Не копировать Этот код Потому что Смотрите В реале Мне нужно Вот Эту Фигню Провернуть Вот Здесь Еще раз Провернуть При заходе Чтобы Сгенерировать Все Заново Объекты Но Тогда Получится Нагромождение Кода Мне Этого Не надо Делать Поэтому Я Делал Следующее В И Как назовем Например Generate Так Var Generate Равняется Функции Никаких аргументов Пока Не будем Передавать Понадобится Передадим И Закрываем Вот Создали Создали Из этого Дела Функции Я себе Вот так Поставлю Что это Была Скобочка Функция Хорошо Ничего Не изменилось Только то Что мы Теперь Вне Игрового Цикла Вот здесь А даже Нет Смотрите Вот мы Создали Из этого Дела Функции Сейчас Вообще Ничего Не сгенерируется Ничего Не запустится В игровом цикле Потому что Этого нет Мы еще Не вызывали Этой функции Первый раз Когда мы Вызываем Мы должны Вызвать В Вот В этом Игровом цикле То есть Вот здесь Один раз В момент Запуска Игры Вот здесь Когда мы Кликнули мышкой Мы Вызываем Вот этот Generate И сгенерировали Нам Фон Хорошо Сгенерировали Ну все Прошло Один разок Потому что Ну итерация Прошла Единожды И мы Перепрыгнули Фон сгенерировался Прошел сюда Здесь мы Вышли Вот в таком Ключе Должна работать Так это мы Все сделали Сделали Давайте проверим Обновляемся Вот наша Игра Началась Мы специально Столкнулись И смотрите Вот я сейчас Кликаю мышкой И опять Какая-то хрень Происходит То есть Казалось бы Вроде же Все сделали Обратимся К массиву Вол И смотрите Сколько у нас Алиментов 40 Кликаю еще разок Обращаемся К массиву Так Обращаемся К массиву Вол И Объектов у нас 50 Каждый раз По десятке Накидывается С чем связано Связано с тем Что мы Выполняем Эта функция Generate Конечно Она генерирует У нас Но Она генерирует Все новые 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 Числа Не числа А изображения Которые Вон Туда Все дальше И дальше Видите X Не зачищает В реале Мне бы хотелось Чтобы массив Зачищался То есть он Полностью Обналялся Для этого Смотрите Можно Перед Generate Сделать Следующее У нас Все это Дело Называется Вол Поэтому Я не знаю То ли здесь То ли не здесь Вол Равняется Вот так Эта команда Она Сделает Массив Пустым То есть Мы сначала Очистим Массив А потом Сгенерируем Заново Элементы Давайте проверим Здесь ли Это надо было Вызывать Вот сейчас Столкнемся Все хорошо И вот Ну все Отлично Заново Беты сгенерировались Где-то там И Вот Там Болзут Да Все отлично Ну Долго Долго Доползают Долго Доползают Это Связано Сейчас посмотрим С чем это связано Они должны Поближе Находиться К нам Итак Мы Очищаем Генерируем Объект Вроде Все хорошо Так А если Мы сделаем Очистку Фоном Вот этого Волу Вот прямо Здесь Момент Когда Игровой цикл Получится Здесь Зачистить Чтобы он Просто был Чистеньким Ага Не получится Да Потому что Там Выполняется Команда Не получится Не получится Тогда Тогда да Наверное Давайте Все таки Здесь И Давайте Я Зачищу Этот Массив Вот Прямо Когда Мы попадаем В игровой цикл Вот здесь Мы Один раз Попали И Массив Зачищается Я Обращусь К нему Посмотрю Да Он Пустой После Генерации Получаются Такие Элементы Массива Так Давайте Еще раз Сыграем Посмотрим Что у нас Получается Вот я Наткнулся Фон у меня Где-то Теперь Очень далеко Оказывался Сейчас С этим Разберемся Хочу Посмотреть Когда он Там Оказывается Далеко Вот Еще разок Наткнусь Объекты Но совсем Как-то Все дальше 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 Наш Объект Оказывается Так У нас Пока Массив Все пустой Но При старте У нас Получается Что Изображение Имеет Х Все больше И больше И больше 9000 И так далее Так Зато Насколько Далеко Оказывались Наши Объекты Отвечает Отвечает Вот Скорее Всего Вот эта Команда То есть Все время 2400 Нам Добавляла Но Она здесь Вроде бы Ни при чем Так Она здесь Ни при чем Почему Наши Объекты Генерируются Так Далеко А Да Смотрите Давайте Проверим Вот Чему У нас Равняется Этот Дэкс Дэкс Которая Здесь Генерируется Сейчас Чисто На этот Дэкс Смотрим Столкнулись Дэкс 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 Стал Равен Какому-то Значению То есть Мы К предыдущему Значению А Все Понятно Все Разобрался Да Конечно же Смотрите Примерно Это глобальная Дэкс Дэкс А мы Их Это Не сбрасывали При переходе В игровой цикл Поэтому Вот К ним Все время Добавлялось Вот Проблемку Нашли Естественно При переходе Выходе Из игры Нам нужно Что-то Обнулять Что-то Не Обнулять Поэтому Дэкс Естественно Равняется Нулю Вот Сюда Наш Этот Игровой Цикл Меню Мы Перед тем Как Например Сгенерировать Дэкс Ставим Равен Нулю Игрик Мы будем Менять Давайте Ну ладно Давайте поменяем Дэкс Тоже Дэкс Равен Нулю То есть Сбросим И то И то Сбросили Потом Дгенерировали И все Будет у нас Хорошо Давайте Еще раз Начнем Игру Столкнулись Вот Видите Все Объекты Уже Там Готовы За стеночкой Прячутся И готовы Готовы Нас Нагибать Вот Теперь нам Нужно Сделать Подсчет Очков И В принципе Игра Завершена Все Хорошо А Нужно Еще Написать Условие Выхода Вверх Низ Игрового Объекта То есть Если Ниже Чем Надо Ниже Чем Надо Это Какой У нас Уровень Лично У меня Уровень Ну Я Не буду Ширину Высчитывать Сцены Потому Что Ну Зачем Это Вот Например Вот Так Вот Сделаем То есть Хотите Можете Ширину Сцены Подключите Мы Вон Там Вызывали Ширину Высоту Подсчитывали Окна Браузера И В целом Конечно Для приличия Можно так и сделать Ладно Давайте Для приличия Так и сделаем Тогда Вот здесь Копируем Эту штуку Создаем Переменную H Это H H H H Вот так Хорошо И Тогда Условие Сюда Кидаемся В самый низ Где Это Все Дело Происходит И Здесь Пишем Следующее Если Player X Стал Меньше Нуля То есть Нет Никакой Player X Меньше Нуля Player Y Позиция Игрока По Y Стала Меньше Нуля То есть Но Смотрите Позиция Игрока По Y Вот Стоит Игрок Например Виртуальный Квадрат И Вот Его Значение Y Меньше Нуля Это Значит Все Мы Будем Еще Видеть Игрока Поэтому Давайте Может Чтобы Было Проще Играть Сделаем Польшой Зазорчик Player Игрек Плюс Player Точка H То есть Вот так Вот Если он Четко Вышел За пределы H Деленый На 2 Хорошо То есть Чтобы Мы Еще Видели То есть Если Половинка Персонажа Вот там Вот Наверху То Мы Проигрываем Это Первое Словие И Через Союз И Мы Дописываем Следующее Если Player С С С Игрек То Если Player Игрек Стал Больше Больше Величины Хейс Вот Х Тогда Мы Пишем Следующее Условие Мы Заканчиваем Игру Вот Game Set Loop Вот Еще раз Скидываем Игру Давайте Проверим Как мы Сейчас Проиграем Ну Ничего Ничего Не сработало Так Еще Разок Ну Давай Ну А падает Нападение Это работает Не работает Нападение А Все Да Затупил Все условия Прекрасно Работает Только Я Не так же Написал Одновременно Они Выполниться Не могут Я сейчас Что Сделал Я их Одновременно Вызвал Через Союз Или Конечно Еще Еще Одну Ошибку Поправим То Есть Или Это Или Это То Есть Что Из Этого Одно Срабатывает И мы Вылетаем Из игры Все Игра Закончена Игра Закончена Закончена И видите Теперь Наш Объект Мы Уже Не Выберемся Оттуда Поэтому При Заходе В Игру При Старте Игры Где У нас Изначально Плеер Наш Стоял По Си Икс На 200 Игры 200 Поэтому Давайте Так И Сделаем После Проигрыша Игры Вот Как мы Здесь Проиграли Вот Здесь Проиграли И Мне кажется Здесь Глупо Немножко Это Дело Ставить Вот Давайте Прямо Потому что Смотрите У нас Здесь Два Выхода Из Игры Здесь И Здесь Нам Придется Одно И Тоже Написать Зачем Это Делать Если Можно Написать Это Все Один Раз Здесь Мы Здесь Игровой Массив Кстати Обнулили Но Сейчас Мы Эту Штуку Берем И так Player X Равняется 200 И Вот Так Вот Player Точка Y Равняется 200 Вот Все А Очистку Массива Зачем Здесь Сделать Если Мы По клику Мышки Сделаем Прекрасно Вот Посмотрим Еще раз Как Это Происходит Проиграли Видите Объект Стали Еще раз Проиграли Упали Вниз Проиграли Объект Можно Наклон Угол Наклона Player Angle Player Angle Равняется Нулю Сейчас Мы Еще Подсчет Очков Себе Даваем Вообще Будет Крутая Игра Вот Проиграли 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 Все Хорошо Сейчас Столбиком Коснемся Проиграли Со Столбиком Ну Все Отлично Осталось Считать Очки Считать Очки Вы Можете Как Угодно Способ В Сотни Вы Можете Создать Вот В этом промежутке Вот Блин Попробуй Пойди сюда В этом промежутке Попробуй Можно создать Так надо Скорость Поменьше Сделать Иначе Я буду Проверивать Так Где у нас Эта штука За скорость Отвечающая Вот Четверочка Была А фон Двигается На Минус Два Ну вот Уже Стали Полегче А И фон Потом Запустим Чтобы Было Красивее Конечно Вот Так Хоть Играть Можно Для Таких Нубов Как я Итак Нам нужен Подсчет очков Вы можете Создать Вот В этом Промежутке Квадрат И С этим Вот Здесь Прямо Вот Эта штука Квадратик Сделать И с ним Сделать Столкновение А я Ну Упросил себе Задачу Вы уже Как хотите Делать Я буду Считать Считать Только на Момент Когда мы Уводим Вот эти Вот Когда Они Перепрыгивают У нас Перескакивают Только На этот Момент Я и Буду Просчитывать Ну Добавлять Очков Персонал Поэтому Делаем Следующее Создаем Некое Переменную Это Будет Глобальная Переменная Аккаунт Вот Здесь Где-нибудь Var Аккаунт Так Вот Var Аккаунт Равняется Ну Создали Переменную Аккаунт И Вот Когда Происходит Вот такая Фигня Вот Такая Мы Здесь Вот Аккаунт Плюс Плюс То есть Каунту Добавляем Единичка Теперь нам бы нужно Атрисовать Аккаунт Вот Мы уже где-то Писали себе Команду Brush Поэтому Ее давайте Здесь и напишем Вот Ниже Всего этого Дела Вот Здесь Вот Текст был здесь Ну хорошо Пусть там и пишет А что бы нет Только здесь Будем Писать Вот так вот Счет Или там Ну ладно Счет Короче Счет Двоеточие Пробел Плюс Это Конкратинация Строк Об этом Был базовый урок По JavaScript Посмотрите его В разделе Базовые уроки И сюда Каунт Значение Так вот По-английски Каунт Что ж такое Что ж не переходит Вот Каунт Все Теперь будут Сумериться Очки Вот Счет у нас Ноль Сейчас Доползем До первых квадратиков Если вообще Здесь что-то наберу Теперь в этой игре Не везет мне сегодня Просто Видите Персонаж Слишком плавно Двигается И им Довольно Сложно Управлять Если он Двигался Чуть пожестче Если мы Сделаем Динамика пожестче У него Слишком большая Амплитуда Подпрыгнули Но обратите внимание У нас счет Уже пошел Вот счет Читаем Сейчас мы Проиграем Специально И Обычно Не принято Делать так Что вот В пользу Я проиграл И не видел Свой счет Ну конечно Вот В слизере Именно так И происходит Потом Хрен увидишь В какой Каком месте Камера Ты сдох Потому что Там сразу Значки Фейсбука Вылетают И так далее Неудобно Конечно Сделано Хотелось бы Увидеть Где Там были Большие Змейки Чтобы вернуться Поэтому Здесь В Игровой цикл Старта игры Где наше меню Вот Старта игры Мы допишем Сейчас следующее Чуть пониже На Пикселей Например 50 Мы напишем Следующее Вот Опять же Вот так Вот Счет Можно было Прямо Тут строку Скопировать Ну ладно Каунт Вот Счет Каунт И мы его отобразим И смотрите При старте Заново При старте Игры Мы же не должны Все время Сумировать Наш счет Поэтому Как только Вот Game set Look Мы делаем Короче Как только Клик новой мышки Мы Каунт Равен нулю Обнуляем еще и каунт Чтобы счет Начался заново Посмотрим еще раз Счет 0 Ну я пробел Забыл здесь Пробел Будет красивее Вот так Обновляем все это дело Кликаем мышкой И играем И вот Фон Кстати нам нужно Будет теперь еще и фон С вами включить Поэтому давайте Перейдем На наш игровой цикл Где он у нас Был закомментирован Вот он Запустим фон Посмотрим на это все дело Вот еще раз Игра началась Все хорошо Сейчас Посмотрим Как идет подсчет очков Вот Одно очко мы заработали Вот Второе даже Теперь давайте Убьемся Вот так вот И счет 2 Все хорошо Теперь смотрите Еще один момент Нужно поправить Иначе Иначе будет не очень красиво Вот я сейчас Видите Я вниз Убился И Видите Начинаю игру И Почему-то Вот Сразу убиваюсь Вот Как будто Все персонаж И как видите Он даже Как будто Разворачивается И фон подключивает Помните У персонажа Значение Д Которое было Которое тянуло Его вниз Вот она здесь Так вот Если мы его здесь В консоли пробьем Д Оно Минус 131 Мы все набираем 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 Он все время Плюсуется Потому что Мы убились Внизу И при следующем Клике Мы не успеваем Кликнуть второй раз А теперь уже Не успеем И даже если бы Успели У нас срабатывают Условия вылета Мы писали Что если ниже То все А уже ниже Потому что Там Вот 131 Плюс позиция Вот этого персонажа Вниз Уже мы вылетаем По умолчанию Поэтому мы технически Уже не успеем Поэтому Когда мы Запускаем игру Где мы тут Ее запускаем Это где Вот меню Здесь мы Устанавливаем Новый игровой цикл Вот здесь вот Можно Ну в момент клика Наверное не стоит Вот Просто вот здесь Вот Как переменную Ду Равняется Нулю Чтобы не было Ну никаких Ду Тем самым Сейчас еще Вот вниз Убемся Все игра Закончена Но при этом Мы можем Начинать игру И все хорошо Тут тоже Все отлично Ну что ж Друзья Мы с вами Добились Отличного Результата Создали Игру Все как И договаривались Зациклили фон Создали Генерацию Разных Труп Объектов Сделали Динамику Движения Персонажа Ну и Создали Неплохую Такую модель Игры Вы можете Уже Причесать Сами По дизайну Расставить Где-то Какие-то Кнопочки Возможно Расширить Фон Убрать Вот этой Нижней Белую фигню Чтобы все было красиво Возможно Дорогу Какую-то Нарисовать Тоже Разместить Фоном Зациклить Вызвать Еще раз Функцию Генерацию И Подставить Вот сюда Подставить Сюда То есть Создать Еще одну Такую же Страху С генерацией Какого-то Фона И его Еще Внизу Зациклить Еще с Какой-то Скоростью Чтобы Создать Иллюзию Какого-то Движения Это как будто Очень далеко Было А это уже Поближе Например Все в ваших руках Ну что ж Надеюсь Этот урок Для вас Был полезный И у вас Все получилось Все материалы К этому уроку Представлены В описании К этому уроку А мы с вами Встречаемся В новых уроках До встречи Пока